Привет! Я Вадим Субботин! Ваша финансовая ракета! Рубите фишки! С Вадимом Субботиным! Здравствуйте, мои маленькие друзья! В прошлой передаче я объяснил вам, что такое фондовый рынок и фондовая биржа. И рассказал о том, что на нем торгуют ценными бумагами, акциями и облигациями. Вы, конечно же, отчаянно гуглили эти слова в интернете. Ну что, нашли объяснение? Наверное, что-то типа «Ценная бумага является документ, удостоверяющий соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права». Или «Ценные бумаги – необходимый атрибут выночного хозяйства, как объекты гражданских прав, а не…» «Относятся к вещам, будучи их особой разновидностью». Бла-бла-бла. Если вы что-то из этого поняли, я снимаю перед вами шляпу. Можете дальше не смотреть, ибо мне нечему вас больше учить. Но для всех остальных, то есть для всех нормальных индивидуумов, я попробую объяснить, что же такое ценная бумага. Итак, что может придать бумаге ценность? Конечно, у этой бумаги тоже есть определенная ценность. В некоторых ситуациях даже очень большая. Но мы говорим не об этом. Бумагу сделает ценное то, что она не напечатана. Вот это ценные бумаги. Ценные бумаги – это в первую очередь акции и облигации. Согласитесь, какие приятные бумажки. К сожалению, вся эта красота осталась в прошлом. Сегодня, торгуя ценными бумагами, вы никогда их не увидите. Они хранятся в специальных хранилищах депозитах. А для покупателей и продавцов они существуют только в виртуальном виде. Да, друзья, сегодня деньги не пахнут. И ценные бумаги тоже. Они превратились в цифровой код. Но не будем предаваться ностальгии. Итак, акция – это ценная бумага, которая дает ее держателю право владения частью компании. Акция позволяет ее владельцу получать часть прибыли компании, так называемый дивиденд, и принимать участие в управлении. Акции бывают обыкновенные и привилегированные. Обыкновенная акция – это ценная бумага, дающая право на получение части прибыли компании, то есть дивиденда, размер которого определяется либо на собрание акционеров, то есть всех владельцев акций, или совета директоров компании. Дивиденды по обыкновенным акциям не гарантируются. Они выплачиваются из этой части прибыли, которая осталась после уплаты дивидендов владельцам привилегированных акций. То есть, грубо выражаясь, владельцы простых акций питаются объедками со стола привилегированных акционеров. Но при этом соблюдаются и принципы демократии. Владельцы обыкновенных акций, как правило, но не всегда, обладают правом голоса на общем собрании акционеров. Привилегированная акция, их еще называют префы, это акция, с одной стороны, дающая особые права, но с другой, налагающая на ее владельца особые ограничения. Обычно по привилегированным акциям уплачивается фиксированный дивиденд, не зависящий от размера прибыли компании. Права владельцев, префов, на участие в управлении компанией могут быть существенно ограничены. Но обычно акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют право наложить вето на определенные решения руководства. Например, запретить объединяться с другими компаниями. То есть, привилегированный акционер, это типа дедушка-невеста, который не участвует в ее воспитании, но может на правах старейшинное семейство запретить ей вступать в брак. Надежда моя, я все слышала, иди убей этого чужого старика, поскорей возвращайся. Так этот несчастный еще и старик? Ладно. Пойду и убью. Так, понятнее? На самом деле, права владельцев привилегированных акций могут быть разными в зависимости от того, что написано в уставе компании. Следующий вполне логичный вопрос, который я от вас ожидаю, это... Ну, пошевелите мозгом! Ваш вопрос должен звучать так. А зачем руководство компаний дают такие права множеству абсолютно незнакомых чужих им людей? Все просто. Им нужны деньги на развитие компании, на приобретение новых предприятий, на закупку оборудования, наем персонала, на... Да мало ли еще на что. Решив, что брать кредит в банке невыгодно, они идут на фондовый рынок и размещают там свои акции, превращаясь таким образом в открытое акционерное общество. О-А-О. И обыкновенные, и привилегированные акции не имеют фиксированной стоимости. Теоретически, любая акция может стоить от нуля до бесконечности. Ее цена на рынке зависит только от того, насколько велик на нее спрос. Этим акции отличаются от облигаций, у которых есть фиксированная номинальная стоимость. Причем цена акции имеет свойство иногда выстреливать. То есть увеличиваться на 50-100% или даже в несколько раз за краткий промежуток времени. Впрочем, ровно так же стремительно она может и падать. Это зависит от того, насколько хорошо чувствует себя компания в текущей ситуации. Это немного сродни игре на тотализаторе, на скачках. Ставлю на третью! Предсказать такие американские горки могут обычно только люди, очень осадомленные, в состоянии компании, то есть профи. На скачках их называют жучки. Или если уж продолжать тему скачек, жаки, конюхи и прочие люди, связанные с внутренней кухней. Так называемые инсайдеры. Но использовать информацию инсайдеров на фондовом рынке запрещено законом. Так что большинству игроков остается лишь попытаться купить по минимальной цене, дождаться роста и продать по максимальной цене. Но абсолютно точно угадать минимум и максимум очень сложно. А это значит, приходится рисковать. Надо успеть скачать разгоняющийся поезд и выскочить, когда тот летит под откос. Страшно? Ладно, не буду вас больше пугать. А для самых талантливых подытожу урок. Итак, акция это ценная бумага. Она дает право на получение части прибыли компаний и участия в управлении. Компании торгуют своими акциями на бирже, чтобы привлечь деньги множества инвесторов и продать их по максимально дорогой цене. Если акция торгуется на бирже, то ее цена может изменяться в сторону понижения или повышения, в зависимости от спроса. Ну все, сегодняшний урок закончен. Манж домой закреплять пройденный материал. С вами был я, Вадим Субботин. Человек, который вместо завтрака ест биржевые своды. Рубите фишки с Вадимом Субботиным.